Приветствую! Недели две назад мы с вами говорили о законопроекте 10.173, которым предусматривалась обязательная фиксация пробега транспортного средства при каждой его перерегистрации. И я тогда говорил, что идея сама хорошая, но не полная. Почему? Потому что сама обязанность регистрировать пробег, не подкрепленная ответственностью административной либо уголовной, по сути такая неполноценная и, что называется, накаркал. Вот теперь появился законопроект 10.216, которым предлагается изменить Кодекс Украины о административных правонарушениях, предусмотрев соответствующую ответственность. Какая это будет ответственность? Естественно, административная и на первый раз предлагается установить штраф в размере от 8,5 до 17 тысяч гривен, а на второй раз в течение года от 17 до 34 тысяч гривен. То есть вот такие границы ответственности. По сути от 8,5 до 34 тысяч гривен. При этом, подчеркну, это административная ответственность. Кроме штрафа никаких административных взысканий там не предполагается. Ну и, естественно, не предполагается этим законопроектом уголовная ответственность. Хотя, как мне кажется, с учетом потенциального размера ущерба, который причиняется скруткой пробега, было бы логично установить бы все-таки и уголовную ответственность. Может быть, не жесткую, да, не относить это, понятно, к разрядам там тяжких преступлений. Да, это не тяжкое преступление, но, тем не менее, было бы неплохо установить уголовную ответственность. Потому что скрутка пробега, по факту, причиняет людям достаточно большой ущерб, который проявляется в чем? В последующем восстановлении автомобиля, в додатковых расходах на ремонт. Но пока только законопроект и пока только говорим о административной ответственности. На этом у меня все. Не скручивайте пробег. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой YouTube канал. А также приглашаю вас в свой Telegram канал. Там информации больше появляется, она оперативнее, чем на YouTube канале. Ссылочка на Telegram канал есть в описании к данному видео. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.